28 апреля день запрета онлайн платежей. Друзья, рад приветствовать вас на своем канале и сегодня я вам расскажу, что у нас поменяется в банковской системе Украины с 28 апреля, то есть сегодня. Многих людей запугивают в средствах массовой информации разными фейками, например, о том, что вообще невозможно будет сделать какой-то онлайн платеж, заплатить за товар или услугу, оплатить коммунальные услуги, налоги и другие платежи. Друзья, все это фейки, на это вестись не нужно и все это было сделано в связи с принятием нового закона Украины о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Ссылку на закон я, как обычно, оставлю в описании, чтобы вы могли перейти и посмотреть, а сейчас я вам расскажу, что у нас поменяется с 28 апреля. Для операции до 5000 гривен ничего не поменяется, а вот для операции свыше 5000 гривен нужно будет предоставлять документ, который удостоверяет вашу личность. На сегодняшний день такой порог составлял 15000 гривен. При пополнении в терминале свыше 5000 гривен человек будет обязан ставить свою банковскую карточку для подтверждения своей идентификации, если он будет. Первое. Отправлять денежные переводы без открытия банковского счета на сумму более 5000 гривен. Второе. Пополнять счета других лиц или переводить сумму на карточку другого лица в размере свыше 5000 гривен. Третье. Пополнять счета в платежных терминалах на сумму свыше 5000 гривен. Четвертое. Оплачивать товары или услуги с помощью перевода средств, опять же, если сумма посылки превышает 5000 гривен, при доставке наложенным платежом. Друзья, но если в операции участвует ваша платежная карточка, то вероятнее всего никаких изменений после 28 апреля вы не почувствуете, потому что при оформлении этой карточки вы предоставляете в банк обязательно паспорт и идентификационный код, то есть у них уже есть вся информация о вас. На что не распространяются требования этого нового закона? Не распространяется на оплату жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов и других обязательных сборов и платежей. Не распространяется на уплату кредита, на переводы наличной суммы до 5000 гривен, также не распространяется при снятии срез с вашего счета. Также следует отметить, что раньше банки сообщали в Госфинмониторинг информацию, если у вас проходила какая-то финансовая операция на сумму более 150 тысяч гривен. На сегодняшний день этот порог подняли до 400 тысяч гривен. Также уменьшили список признаков операций, по которым они обязаны сообщить. Есть всего 4 таких признака, по которым транзакции могут считаться подозрительными. Это сложные финансовые операции, необычно большие операции, проведенные необычным способом, а также те операции, которые не имеют какой-то экономической и законной цели. Следует также учесть, что теперь через небанковские платежные терминалы, такие например как EasyPay, уже сумму свыше 5000 гривен перевести не получится. На этот счет есть разъяснение Национального банка. Больше всего от требований данного закона, конечно же, пострадают люди, которые обычно переводят крупные суммы денег или получают крупные суммы денег и при этом не хотят светиться. А для тех людей, которые пользуются сервисами, которые соответствуют требованиям нового закона, фактически с принятием и вступлением его в силу ничего не поменяется. Кроме того, не поменяется ничего для тех людей, которые все возили в наличном виде. Друзья, а мой вам совет, если вам нужно перевести какую-то сумму свыше 5000 гривен, просто разделите эту сумму на 2, на 3, на 4 платежа и вы уже не будете подпадать под этот финансовый мониторинг. Как вы видите, опять в период карантина принимаются такие интересные законодательные инициативы и я сомневаюсь, что в обыденное время, когда были бы разрешены те же митинги, собрания, это все проходило бы так гладко. Обязательно напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого закона. А с вами был адвокат Дмитрий Соловьев. Если вам нужны мои юридические услуги, обращайтесь ко мне, я работаю по всей Украине, мой сайт указан здесь, также мои контакты есть в описании к этому видео. А если видео вам понравилось, не поленитесь, поставьте лайк, обязательно подпишитесь на мой канал и поделитесь этим видеороликом с вашими друзьями. Всем желаю удачи и до новых встреч!